Классификация поверхностных веществ. Дело в том, что существует две классификации по ПАВам или по сурфактантам, как в международной литературе это написано. Вещества, которые адсорбируются на границе раздела фаз и понижают поверхностную энергию, называются поверхностно-активными веществами. Одна классификация, которая была придумана Петром Александровичем Ребендером, где-то в военные годы, чуть-чуть послевоенные, это смачиватели, диспергаторы, стабилизаторы и моющий ПАВ. И классификация, которая была придумана уже позже, она более научная классификация, которая делит на четыре класса веществ. Это анионный ПАВ, катионный ПАВ, неоногенный и амфотерный ПАВ или амфолитный ПАВ, можно так еще и называть. Дело в том, что классификация, которую придумал Петр Александрович Ребендер, она больше технологическая. И с помощью этой классификации легко подбирать различные вещества для технологических процессов. А научная классификация, она дает понимание механизма, как происходит эта адсорбция за счет катиона, аниона и так далее. И вот сегодня мы как раз будем этим заниматься. Дальше вы это все увидите в деталях. Поверхность активных вещества делится на два типа, ионогенные и неоногенные. Ионогенные и неоногенные. К ионогенным будут относиться и анион активные, когда анион будет активный, катион активные. И амфотерные или амфолитные их по-другому называют. Амфолитные по-другому называют. Ионогенные будут диссоциировать в растворах. Будет это масло или будет это вода, но будут диссоциировать на ионы. А неоногенные это молекулярный раствор. Молекулярный раствор ни на что не диссоцирует. Можно себе представить легко, что молекула поверхностоксинного вещества будет состоять из некого углеводородного хвоста и полярной группы. Полярные группы. А неоногенные паф. Естественно, молекулы, которые не будут диссоциировать. Вот слева внизу обозначен цвитерионный паф. Цвитерионный паф. Амфолитный паф. Амфотерный паф. Это одно и то же опять. Они будут сильно зависеть от того пах раствора, в котором будут находиться эти молекулы. И естественно, от степени диссоциации либо по катиону, либо по анеону, в зависимости от пах, и будет происходить действие вот этого амфотерного паф или цвитерионного паф. Значит, этот паф может быть как анеон активным, так и катион активным. Ну да, вот здесь и показано, что может быть амфотерный паф либо анеон активным, либо катион активным. Я специально сделал несколько картинок разных, чтобы вы понимали, что амфотерный и амфолитный и цвитерионный паф это одно и то же. В чем дело? Дело в том, что у каждой молекулы будет существовать тогда гидрофильный-липофильный баланс. Гидрофильный-липофильный баланс. Или ГЛБ по-другому в отечественной литературе, как это называется. Если будет короткий углеводородный хвост и большая гидрофильная группа, естественно, больше будет в воде растворяться родственные по высокой дилетической проницаемости. У воды дилетическая проницаемость 81. Если будет большой углеводородный хвост и маленькая гидрофильная группа, то предпочтительное растворение пойдет, конечно, по масляной фазе. Тогда можно условно посмотреть на различные поверхности активного вещества с точки зрения классификации Реббендера, технологической классификации. Посмотрите, что получается. Если ГЛБ, сейчас мы с ним разберемся дальше, ГЛБ будет от 0 до 3, это будет антиспендиватель. Дело в том, что вы знаете, что для ручной стирки, допустим, хорошо, когда пены много. Тогда будет стирать хорошо такое поверхность активного вещества. А если мы будем стирать машинной стиркой, автоматической стиркой, то там наоборот, пены не должно быть, потому что пена забьет все выходы, и машина перестанет работать, просто заблокируется. Поэтому вот это принципиальный момент. Так же и для различных психологических процессов. Где-то нужна пена, а где-то, наоборот, пену нужно погасить. Эмульгатор следующий идет. ГЛБ от 4 до 6. Причем, обратите внимание, эмульгатор вода-масло. Вода-масло. И эмульгатор ниже, через строчку. Наоборот, масло-вода. И ГЛБ у них отличается. Там от 4 до 6, а здесь от 8 до 18. А вот смачиватели находятся между ними. Гидрофильный-липофильный баланс у таких молекул составляет от 7 до 9. Детергенты следующие. Детергенты это ГЛБ 13-15. И солюбилизаторы 10-18. То есть вы видите, что по этим числам гидрофильного баланса вещества легко поделить. Ну какие могут быть полярные группы? Видите, да, гидроксильные, альдегидные группы, карбоксильные, карбоксигруппы, нитрогруппы, аминные группы. И галогены. Как правило, галогены используют либо бромиды, либо хлориды. Иодиды в меньшей степени идут. И неполярные группы. Это алкильные группы. Разветвленный алкильный радикал. И ароматические вещества, ароматические кольца. Вот посмотрите, очень хорошая диаграмма. Как можно себе представить вот эти вот вещества по технической классификации, которые мы сейчас рассматриваем с вами. Вверху у нас по оси ординат ГЛБ 20. Ну до 20 мы не дотягиваем, а вот где-то порядка 17-18 есть. Тогда вот это будут вещества, голубенькие мы обозначены, солюбилизаторы. Смачивающие агенты беленькие дальше идут. Ниже будут эмульгаторы желтенькие. Эмульгаторы масла в воде. И самые маленькие числа ГЛБ это эмульгаторы вода в масле. Какие сюда относятся вещества? Вот тоже видите, да? Это каприлаты, капраты, лаураты и так далее. Поликатионы. Поликатионы. Ну и здесь можно выстроить степень полимеризации. Что мы можем получить от поверхности активного вещества, от таких молекул, которые будут находиться в водном растворе? Ну, во-первых, вот такой вот фазовый треугольник, фазовая диаграмма, или фазовая диаграмма по гипсу, ее можно построить двумя вариантами. Один вариант из точки, какой-то точки. Мы будем опускать перпендикуляры на все стороны. И второй вариант сделать сечения параллельные каждой стороне. И на пересечении этих сечений будем иметь точку, которая тоже будет давать нам... Тогда угол левый, водный угол, водный угол. Химик обычно называет водный угол, масляный угол и угол поверхности активного вещества. Водный угол. Вот в этом углу у нас будет 100% воды. Тогда в масляном 100% масло. И, соответственно, если мы будем по этой оси абсцисс двигаться, то, уходя от 100% воды, у нас будет нарастать процент масла. Понятно, да? То же самое с Павлом. 100% в углу верхнем. Тогда получаются следующие фигуры. В левом углу, в водном углу, вот в этом месте у нас будут находиться сферические мицеллы. Прямые сферические мицеллы. Дальше, если мы будем увеличивать концентрацию павистактивного вещества, у нас будут появляться цилиндрические мицеллы. То есть произойдет фазовый переход второго рода, когда сферические мицеллы будут переворачиваться в цилиндрическую. Будем повышать концентрацию Пав и вместе с тем какое-то содержание масла добавляем. Видите, мы потихонечку будем сдвигаться вправо. У нас появятся вот такие гексагональные упаковки, гексагональные фигуры. И затем мы перейдем в биконтинуальную структуру. Биконтинуальную структуру, когда мы можем пройти из одного угла в другой угол, либо по масляной фазе, либо по водной фазе, по дырочкам, которые между ними, черненькие, по дырочкам. Такая биконтинуальная структура будет относиться к сложной иерархии структур, которые будут относиться к жидким кристаллам, к жидкокристаллическим веществам. Дело в том, что мы из молекул, которые имеют дефильность, а все молекулы, которые мы рассматриваем, они дефильны, есть полярная группа, есть неполярная группа, можем устроить самые различные структуры. И мыла, тот же стеорат натрия, алиат натрия, являются очень хорошими объектами для изучения жидких кристаллов, для изучения жидких кристаллов, леофильных жидких кристаллов. Если мы пойдем по правой стороне, то будут обратные фигуры, такого же типа обратной фигуры. И вот в этом углу у нас, где масла будет много, у нас получаются реверсные мицеллы или обратные мицеллы. Когда во внутренней фазе будет вода собираться, то есть уже получится микроэмульсионная частица обратная, а в этой стороне у нас будут получаться микроэмульсионные частицы прямые, мы можем сделать обратимые системы. Тогда получится, что если межфазное натяжение, вот здесь начинается с 50, это нехорошо, конечно, у воды 72, не очень грамотный график сделан. Вот видите, здесь 0 концентрации, концентрация ПАВ, значит у нас должно быть 72. Иначе получается вопрос, что здесь была грязная вода такая, ну может быть с нечистой водой работали. Есть снижение. Опять построен график не очень грамотно. Смотрите-ка, получили точку одну, точку другую, точку третью и точки соединили. Конечно, сплайном надо делать, потому что не хватает явно точек и явно, что здесь будет более пологая линия. Концентрация вещества увеличивается, лигносульфанат взят для примера, увеличивается, и поверхность натяжения будет уменьшаться. Ага, и вот дальше идет почти параллельно оси абсцисс, снижение поверхности натяжения. И это говорит о том, что вот это вещество, оно мицелообразующее. Только у мицелообразующих возникает независимость от увеличения концентрации. А если бы это было не мицелообразующее, то постепенно снижалось, 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 и мы бы не увидели вообще такого плато. При этом с правой стороны адсорбция отложена. Адсорбция будет возрастать на границе раздела фаз. На границе раздела фаз. Но вот относительно этой точки 50 можно сказать следующее. Вот может быть неграмотно построено, а может быть грамотно построено. Вот это отложено, межфазное натяжение. Когда мы взяли воду с маслом сразу, у нас в нижней фазе находится вода, а в верхней фазе находится масло. И молекулы выстроились на границе раздела фаз. То есть они и масло растворимы, и вода растворимы. Это как раз когда гидрофильный и эпофильный баланс подходит, нас устраивает и к одной фазе, и к другой. Дело в том, что вот эти лигносульфанаты — это вещества поверхностноактивные, которые получаются при переработке целлюлозы. Остатки переработки целлюлозы, потом чистят, кристаллизуют и получают такой хороший лигносульфанат. Они применяются в процессах нефтевытеснения. В процессах нефтевытеснения. Ну да, нам нужно на границе раздела фаз. Между маслом и водой — 50, примерно, милиджоли на метр квадрат, или миллиньютон на метр. Если более детально посмотреть на анионактивные вещества, то вещества анионактивные, которые только на границе раздела вода-воздух относятся к смачивателям. Средние и высшие гомологи олифатических спиртов и кислот туда же относятся. А умеренный ПАФ — это пенообразователи. Сильный ПАФ — это пеногасители. Ага, значит, если сильно будем снижать поверхностно натяжение, это будут пеногасители. Умеренный ПАФ — пенообразователи. Ну и если слегка снижает, то смачиватели. Вот, пожалуйста, вам связь между технической классификацией и научной классификацией. Наверное, более детально про анионактивные ПАФ я говорить не буду. О том, что содержат в молекуле одну или несколько полярных групп, и так далее. Это всё понятно, вы хорошо это понимаете. Следующий класс. Катионактивный ПАФ — вещества, которые способствуют развитию новых поверхностей различных границ разделов фаз в процессах разрушения, диспергирования, обработки твёрдых тел, эмульгирования жидкостей из-за сильного снижения межфазной энергии на границе разделов фаз. Вот эти вот вещества — диспергаторы. Они хорошо применяются для управления смачивания, избирательного смачивания. Вот то, что мы сейчас лигнусульфанат с вами смотрели, вот это как раз избирательная уже роль по анионактивного вещества. И характерное отсутствие пространственных структур как в объёме, так и на поверхности. Ага, значит, тогда есть вещества, которые, вот то, что мы рассматривали в треугольнике, в фазовом треугольнике гипса, они могут образовывать структуры, а могут не образовывать структуры. Третий класс веществ — неоногенный ПАФ. Неоногенный ПАФ. Те, которые не диссоциируют в воде на ионы. Их растворимость обусловлена наличием в молекуле гидрофильных, эфирных и гидроксильных групп полиэтиленгликолевой цепи. И при растворении образует водородную связь между кислородом, атомом кислорода, полиэтиленгликолевого остатка, и молекулами воды. Соединения имеют подвижный атом водорода, который от кислоты, от спирта, из фенолов, аминов получается, и реагирует сетиреноксидом, образуя неоногенный ПАФ. Вот эти вот неоногенный ПАФ в большей степени используются как стабилизаторы, пен, эмульсии, суспензии, пластификаторами ПАФ. Ну да, если мы хотим получить хорошую краску на стенку, то мы, конечно, добавим такой ПАФ, который бы у нас был пластификатором. И добавлял, и смачивателем одновременно, и добавлял бы вот эти вот свойства, которые связывали объем дисперсной фазы и водный раствор. Ну, в частности, вот эта вот поливинилоацетатная краска, которой вот здесь все покрашено, поливинилоацетатная краска, поливинилоацетат как раз является хорошим смачивателем и стабилизатором одновременно. Как правило, это высоко молекулатурный популярные соединения с большим числом полярных групп. Сюда относятся белки, гликозиды, производные целлюлозы, поливиниловый спирт и так далее. И, наконец, амфолитные, амфотерные ПАФ, которые содержат в молекуле гидрофильные радикалы и гидрофобную часть, способные быть донором или акцептором протона, в зависимости от вашего раствора. Эти ПАФ способны к самопроизвольному образованию в объеме жидкой фазы термодинамически стабильных коллоидных частиц, то есть они являются мицеллообразующими, обеспечивающими процесс солюбилизации, и могут быть анионными ПАФ, катионными ПАФ и неоногенными ПАФ. К анионным ПАФ будут относиться прежде всего мыла, производные карбоновых кислот, первичные и вторичные алкилсульфаты, алкилсульфаты, сульфа и карбоксилаты спиртов, сульфа и токсилаты, карбоновый кислот, различных кислот, янтарные кислоты в основном, соли сульфатов непредельных кислот, азотсодержащие ПАФ, имидосульфанаты, амиды, имидосульфаты, соли перфторированных карбоновых кислот. На перфторированных солях немножко остановлюсь. Как только появляется атом фтора в молекуле, перфторированные вещества, они, конечно, способны понижать поверхностное натяжение значительно, вплоть до 5-8 мг на метр квадратный. Ни одно другое ПАФ так снизить сильно не может. На границе вода, воздух. А если возьмем межфазное натяжение, то тем более. Это самые лучшие являются смачивателями и эмульгаторами. Наиболее распространены алкилсульфаты, алкилорилсульфанаты. Термически стабильно, обладают невысокой токсичностью. Дозацилсульфат натрия имеет половинную летальную дозу. LD50, это значит, была группа мышей, из которых половину LD50 называется. Полтора-два грамма на килограмм. Это на белых мышах сделало. Не раздражает кожу, биоразлагаемость удовлетворительна и проявляет действие синергизма. Дело в том, что очень мало работ, которые посвящены биоразлагаемости поверхностно-активных веществ. Только в последние лет 8-10 такие работы стали ставиться и проводиться. В общем-то, работа с точки зрения науки достаточно скучная, неинтересная, но с точки зрения жизни она необходима. Что такое биоразлагаемость? Биоразлагаться поверхностно-активные вещества могут до 30 лет. Особенно молекулы, которые неоногенные ПАФ, они не дисцируют и пока переработают с какими-то микроорганизмами в природе, то проходят длительное время. И вот несколько работ, которые я здесь не привожу, но они просто есть. Если кому-то детали нужны, я могу показать. Когда на мышах ставили такие работы, было выяснено, почему доцилосульфат, на него есть биоразлагаемость. Потому что это является одним из основных веществ эмульгатором, которые применяются в косметике. И вот те вещества поверхностно-активные, которые применяются в косметике или медицине, на них эти данные есть. А на остальные, как правило, нет. Ну, будем вытеснять нефть, но в конце концов, там когда-то у нас в пластах все это развалится. Катион-активный ЭПАФ Катион-активный ЭПАФ меньше снижает поверхностное натяжение, чем анион-активные, но могут взаимодействовать химически с поверхностью ацербента, клеточными белками бактерий, обуславливая бактерицидные действия. Да, катион-активный ЭПАФ сами являются хорошими бактерицидами. Их довольно часто применяют в различных композициях, где нужна, ну, скажем, антиожоговая эмульсия или антиожоговый какой-нибудь препарат. Да, должен включать в себя бактерицид. Вот катионный ЭПАФ включают для того, чтобы было обеспечено бактерицидные действия. Сюда относятся, видите, моно-бисчетвертичные аммонивые соединения олифатической структуры, сертичные аммонивые соединения с различными функциональными группами в гидрофодной цепи, моно-бисчетвертичные аммонивые, оксидаминов, полимерный ЭПАФ. И надо сказать, что чем более разветвленная структура, тем, конечно, будет длиннее срок для биоразлагаемости. Это вы хорошо понимаете, да? Итак, гидрофильный-липофильный баланс. Вот то, из-за чего у нас молекула будет работать на этой границе раздела фаз или не будет работать. В зависимости от состояния ПАФ в растворе различают истинно растворимые или коллоидные ПАФ. Коллоидные ПАФ, когда молекулы поверхностно-активные вещества будут организовывать структуры, и они считаются уже неистинно растворимыми. ПАФ также могут относиться к обеим группам, но при этом проявляют поверхностно-активность. Значит, тогда можно записать некоторую безразмерную величину. Надо сказать, что понятие гидрофильный-липофильного баланса это условная вещь. Условная вещь почему? Вот есть граница раздела фаз, как мы сказали, да? Граница раздела фаз. Вот эта вот толстая часть у меня, толстая часть, это пусть будет полярная группа, а тоненькая часть это будет углеводородный хвост. Тогда на границе раздела фаз, если у меня сверху масло, полярная группа будет, на какое-то расстояние войдёт углеводородным хвостом в масляную фазу, а если большой, то она, конечно, больше будет в воду стремиться. Если у меня будет, наоборот, маленькая гидрофильная группа и большой углеводородный хвост, конечно, она больше будет в масляную фазу. И от того, насколько молекула по частям попала в ту или другую фазу, мы можем вот этот гидрофильный ипофильный баланс устроить. А что значит по частям? Это значит, что энергия втягивания гидрофильной группы в воду и энергия втягивания гидрофобного хвоста в масляную фазу. Соотношение энергии. Значит, вот здесь это записано в виде такого эмпирического подхода, где обозначено следующее. Видите, B плюс ν на Пси с родствой неполярной части молекул к углеводородной жидкости. Это свободная энергия взаимодействия углеводородного хвоста с масляной фазой. B безразмерный коэффициент, зависящий от природы ПАВ. Пси свободная энергия взаимодействия в расчете на одну группу CH2 в углеводородном радикале. Ну и тогда различают ниже смотрим. Различают следующее. Если вот эта часть А, которая стоит в знаменателе, будет больше некоторого значения, то это будет у нас вещество, которое относится к истинно-растворимому. И λ получается больше, чем B деленное на А, то есть числитель больше, чем знаменатель. Это будет коллоидный ПАВ. Минимальное число углеводородных атомов радикалей для различных коллоидных ПАВ лежит от 8 до 12. От 8 до 12, как мы сказали. Существует две шкалы. Вот это эмпирическая шкала. Одна шкала Дэвиса. Видите, вот научная как раз шкала, когда мы поделили на ней активные ионные гены и не ионные гены и ПАВ. Примерно в те же годы Дэвис предлагает шкалу ГЛБ со значениями от 0 до 40. 40 это гидрофильные, 0 это липофильные или маслолюбящие. Каждая группа атомов обладает групповым числом. Сложение чисел дается ГЛБ по этой формуле. Сумма гидрофильных групповых чисел плюс сумма гидрофобных групповых чисел. И вот он, плюс 7, это эмпирический параметр, чтобы подогнать под эту шкалу от 0 до 40. Условная шкала. Хотя понятие ГЛБ и условно, но оно позволяет определять области применения ПАВ. Как мы сказали уже, рассмотрели. Существует другая шкала по Гриффину. Вот здесь вы видите уже энергии. Энергии. Энергия А, энергии В. Энергия углеводородного хвоста и энергия гидрофильной группы. И когда мы помножаем числители и даем вот такую сумму, делим на сумму энергии гидрофильной и гидрофобной групп, то мы можем посчитать для любой молекулы, к какому классу она будет относиться, куда она подойдет. Либо это будет смачиватель, либо это будет моющее вещество и так далее. для каждой гидрофильной группы подсчитаны такие числа. Карбоксильная группа и так далее, гидроксогруппа, карбонильный атом кислорода 1,3, а для гидрофобных групп получается, что одна группа CH, CH2 или CH3 или четвертичный атом углерода составляет 0,475. Вот мы суммируем эти числа и спокойно любую молекулу можем обсчитать и прикинуть. Она будет у нас относиться к тому или другому классу. Мы с вами говорили, что есть инактивные поверхностативные вещества, которые слегка могут повысить поверхностное натяжение, скажем, на проценты. И могут быть вещества, которые не мицелообразующие. Вот яркий пример не мицелообразующие вещества. А вот это яркий пример мицелообразующего вещества. И мы видим, что выходит на плато. Когда мы с вами рассматривали треугольник гипса, в этом треугольнике гипса обратили внимание, сначала были сферические мицеллы, потом были цилиндрические мицеллы. Или так называемые потом лабиллярные структуры пошли. Вот на этом кусочке у нас ККМ-1. То, что вы в практику измеряли ККМ. Это ККМ-1. Есть еще ККМ-2, когда они будут переходить уже в цилиндрические структуры. Но мы нашими методами вот этими не почувствуем. Потому что фазовый переход второго рода не дает возможности. Это можно только по калориметрии. Дифференциальная скалориметрия калориметрии даст нам ответ. Есть здесь фазовый переход второго рода или нет. И тогда мы можем цилиндрически увидеть. Или же мы можем это сделать через метод заморозки. Заморозить быстро структуру и напылить в диффузионной пылилке что-то на поверхность на скол и идти в сканирующий микроскоп. Будем видеть эти фигуры. Что происходит в области, которая относится к этой ККМ, к первой ККМ, о которой мы сейчас с вами говорили. Вот область ККМ. Если мы здесь отложим свойства ПАФ, те функции, которые здесь обозначены, а внизу будем откладывать массовые проценты, которые мы будем увеличивать в растворе поверхностно-активных вещества, то мы можем увидеть, что поверхностное натяжение, вот оно Сигма, будет при добавлении ПАФ уменьшаться, и да, это методом целообразующее, и потом не будет зависеть. Но как раз точка перегиба находится вот в этой области, области ККМ, это не значит, что вот на этом участке у нас не образовывалось мицелл, они будут образовываться, сначала будут образовываться 2-3, димеры, тримеры, и так далее, несколько молекул сошлись, потом полуассоциаты будут, потом в конце концов вот эта точка уже будет отвечать, когда большинство молекул будут находиться в ассоциатах, так называемых мицеллах, поэтому здесь не зависит дальше снижение, а поверхностный слой на границе раздела фаз, уже адсорбировал все молекулы необходимые, они сидят плотным слоем, больше туда вклиниться никому нельзя, поэтому и снижение поверхностного снижения прекращается. Раз. Второе, посмотрите, двумерное давление, как будет меняться? Ну, функции менее интересные, но все равно точка перегиба находится здесь, когда мы достигли уже ККМ, у нас меняется двумерное давление на границе раздела фаз. Показатель преломления тоже меняется, когда уже плотный слой, монослой закрыл поверхность или границу раздела между маслом и водой, тоже показатель преломления меняется. Вязкость как меняется? Ага, вязкость здесь была постоянно, потом начинает расти. И вот здесь есть точка перегиба, по вязкости можно все-таки вторую ККМ поймать, вторую, когда у нас получается цилиндрическими целы, то есть изменилась структура, и мы вот здесь вот видим, не очень характерная точка перегиба, но все-таки. И электропроводность, лямбда, электропроводность. Посмотрите, электропроводность при увеличении концентрации молекул, пусть они будут анионоактивные или будут катионоактивные, мы можем определить, но если будут неионогенные, то мы, конечно, не получим изменения электропроводности, правильно? Потому что диссоциации нет и будет постоянная величина. Ага, значит, для ионогенных мы можем измерять по измерению электропроводности. А дальше в этой области опять происходит резкое снижение электропроводности. Надо сказать, что измерение электропроводности растворов это довольно тонкая такая вещь, но электрохимики с этим хорошо справляются. В общем-то, здесь секретов никаких нет. Это вам хорошо уже известный переход структур, как мы в фазовом треугольнике гипсо посмотрели, от мономеров переходим к мицели. Так вот, когда мицелла начинает формироваться, она формируется не сразу вся, потому что есть число соударений, есть бронуское движение, пока сформировалась часть агрегата, потом достраивается постепенно. Причем это динамический процесс. Это процесс всегда. Молекула из этой мицеллы ушла в мономер, мономер подошел в следующий и так далее. Это не вот мы получили, это все сидит. Это устойчивая система получается, но динамически устойчивая. Равно как из сферических мицелл получаются силиндрические мицеллы. Это тоже процесс динамический. Ну и так далее. Вот можно хорошо себе представить немножко в других координатах. Надо сказать, что прежде чем до фазового треугольника гипса, который мы сразу начали рассматривать, дошли, сначала смотрели от двух переменных какие-то. Одну переменную брали, другую как функцию измеряли. Что получается, если взять температуру и брать концентрацию поверхностно-активного вещества? Посмотрите-ка, сначала у нас есть мономеры, потом получаем ККМ1. Вот мы ККМ1 получили. А вот здесь у нас будут кристаллы в воде. То есть вещество еще не все растворилось. Дальше мы получаем переход из сферических мицелл в цилиндрический. Вот она ККМ2 получается. область. Дальше получаем гексагональную упаковку вот в этой области. Дальше получаем при такой концентрации кубические структуры, когда мы готовы перейти в обратную фазу. пойти, когда у нас будет переворот. И получаются лабиллярные жидкие кристаллы. Вот дошли и вот здесь пойдет переворот в обратную сторону, когда у нас уже будет больше масляной фазы и меньше будет водной фазы. что такое моющие действия? моющие действия. Вот я могу спор был такой очень красивый. Значит, Евгений Дмитрий Щукин, который нас долгое время заведовал кафедрой, и был такой Борис Тарас Щербаненко, который работал во вне нефть. Спор был красивый по принципу моющего действия. Касалось это дело вытеснения нефти. Щукин говорил, что по этому принципу мицелий все равно как отдирать. Да, мицелий все равно как отдирать масляную фазу. Вот красненькая это масляная фаза. Как отдирать масляную фазу от поверхности. И вот здесь показан механизм, как собирается постепенно загрязнение. Отрывается и дальше уходит мицелы, который солюбилизировал в себя вот эту красненькую часть в виде микроэмульсионной частицы уже. Так вот я могу сложить в стопку рубашку носил, воротнички грязные, манжеты грязные, положил в стопочку опять как в магазине купил и залил водным раствором мицеллообразующий упав и буду ждать пока не отстирается. Может быть отстирается когда-то, но дождаться этого трудно. Вот для этого придумана внешняя сила, внешняя энергия, накачка внешней энергии в эту систему. Если мы не добавим какой-то энергии, конечно, мицелий не хватит солюбилизирующей способности, это будет процесс медленный, диффузионный, а диффузию мы знаем 10-6 будет степень здесь, 10-7, ну и будем ждать. Поэтому дальше придумано сначала палкой нужно, руками, палкой, потом машинкой стирает и так далее. При вытеснении нефти аналогичные вопросы возникают, как отодрать масляную пленку из узких капилляров с поверхности. И вот этот вопрос решился в конце концов, так что Щукин проиграл спор, потому что больненки говорят, ну вот сложите свои рубашечки вот так и ждите, пока дядь стирается. Это очень яркий пример. Понятно, как солюбилизирующие действия, как очищается поверхность от загрязнения. Это способно делать только мицелообразующий паф, ионогенный паф. Для придания молекул требуемой гидрофильности значения ГЛБ гидрофобный радикал будет где-то до 50 оксидитореновых групп. Характерная особенность НПА в жидкое состояние и малое пенообразование водных растворов, менее чувствительных солям. Вот поэтому за них нефтяники ухватились. И был такой министр химической промышленности Бабалян, который с легкой подачи построил на Нижней Каме в 80-е годы завод по производству неоногенных паф из анонилфенолы или алкилфенолы. 250 тысяч тонн поверхность активного вещества нефтяники отказывались брать, потому что эффект применения водных растворов паф при вытеснении нефти был минимальный. А в лаборатории получалось все хорошо. Но все дело в том, что в лаборатории, когда делали опыт по вытеснению нефти, трубку набивали песком довольно крупным, что не соответствовало моделям, которые у нас в пластах земли есть, затем заполняли нефтью и потом вытесняли уже водным раствором паф. И на лабораторном столе успеха добивались 80-85% вытеснения этой нефти. Но вот это говорит о том, что не всякий лабораторный опыт можно перенести сразу на технологию. Для этого нужно провести соответствующее испытание на кернах. А когда уже на кернах стали проводить, то есть выбуривается керн, достается, представляете, что такой керн, цилиндрический образец, подается давление с одной стороны, и с другой стороны смотрим, какое соотношение вытесненной воды и нефти. И вот тут-то сразу все стало ясно. Во-первых, давление 200 атмосфер при вытеснении на керне, потому что капилляры очень тонкие, и во-вторых, все не отмывается. А в капиллярах поведение еще сложнее, я где-то потом покажу вам, как будут себя вести различные жидкости в тонких капиллярах. Там все меняется, как вот по закону Томпсона и Кельвина мы с вами видели, когда у нас уменьшается частица и растворимость сразу возрастает резко, так вот здесь наоборот в капиллярах перестают двигаться жидкости, флюиды. Значит, вот это неоногенный паф, который делится на две группы растворимые и коллоидные. Растворимые и коллоидные. На основе спиртов чем они приличают? Ну, простые получения, на основе карбоновых кислот, на основе аминов, амидов и мензолинов и так далее. Блоксополимеры, видите, блоксополимеры этилена и пропиленоксидов, проксамины называются, или название у них есть специфическое тетроники. Есть блоксополимеры этилена и пропиленоксидов, которые плюроники. И вот эти плюроники как раз применялись для создания растворов консервационных, для транспортировки сердца, печени, донорских органов, про которые я вам как-то говорил здесь. Кремно-органический паф оказались удивительно интересными, которые могут быть хорошими гидрофабизаторами. Стены Кремля, обработанные вот такими кремно-органическими паф, предотвращали впитывание воды в кирпич. На МКАДе есть такой бетонный разделитель. Сейчас во многих местах уже бетонный разделитель стоит между встречными движениями. Вот этот бетонный разделитель обрабатывается обязательно кремно-органическим пафом. Если не обработать, то бетон будет со временем от солей, которыми посыпают дорогу, будет рушиться, разрушаться. То есть электролиты сильно разрушают. Кремно-органический паф выпускались у нас очень небольшими партиями и целенаправленно. В основном это производство находилось в Гнихтеосе. На шестой энтузиастов. Есть такой институт, который занимался этими разработками. Нет. Вот у этих спиртов получается смотрите какие константы. Видите близкие по константам к воде и это определило их как раз удачное применение. применение паф в нефтевытеснении. Скважина которая нагнетательная скважина которая добывающая. Надо сказать что до этого сразу не дошли. Сначала сверлили скважину и из нее шел фонтан. Вот это первичная добыча нефти. Самая первая. Но счастье быстро заканчивается фонтан закончился. Дальше нужно придумать как оттуда вытащить все это дело. Ага придумали что давайте другую скважину просверлим рядом и будем через нее давить водой. Вот это вторичное называется нефтевытеснение. Вторичное. Вот когда вторичное счастье заканчивается вот тут нужно применять какие-то ухищрения. Какие ухищрения применяют? Во-первых делятся физические и химические способы. Физические можно погреть можно потрясти ультразвуком погреть парогенератором а можно туда закачать какое-то вещество которое бы повышало давление. Ну скажем СО2 жидкий залить при низкой температуре повысится давление и дальше пойдет снижение. Поскольку в пластах температура порядка 80 градусов. Ну от 70 до 90 такие пласты. 90 это уже горячее. Значит как мартышки начинают нефтяники танцевать. Крылов академик нефтяник который придумал сетку специальную сверлится одна скважина добывающая потом в центре квадрата и по углам углам квадрата будут нагнетательные скважины то что здесь одна нарисована тогда получается хорошее пюро все вытесняется вокруг каждой скважины концентрические окружности как вода будет распространяться собирается к этой центральной скважине которая будет добывающая потом разные есть модели но здесь оптимизация потому что лишние скважины это лишний расход а лучше когда ты ничего не расходуешь а получаешь прибыль поэтому оптимизирует и так смотрите что получается вот это черное это нефть черное это нефть вот это слой это уже добавленные поверхность активное вещество сюда водный раствор поверхность активного вещества а это чистая вода чистая вода для того чтобы продавливать или продавочная вода она так называется конечно же мы будем добывать здесь эмульсию мы добыли водонефтяную эмульсию которую нужно на поверхности в амбаре вот там сзади стоят амбары разрушить то есть деэмульгировать если сначала на добывающей скважине мы добавляем эмульгаторы то дальше мы должны деэмульгировать это и разделить опять на фазы водная фаза и нефтяная фаза водную фазу опять пускаем на нагнетательную скважину а нефть товарную отправляем на продажу на продажу вот все дело в том что когда вязкости нефтей нефтей становятся значительными вот тут приходится вообще придумывать самые разные паротепловые методы есть в содружести с химическими я не говорю сейчас химические композиции когда будем добавлять полимерный раствор туда для того чтобы увеличить вязкость потому что нельзя вязкую жидкость вытеснять менее вязкой у нас будут прорывы и пойдут по каналам просто менее вязкой жидкость вот что получается на границе раздела фаз между водным раствором поверхностно-активного вещества которое мы добавили водным раствором поверхностно-активного вещества и нефтью вот это немножко потемнее цвет это водный раствор поверхностно-активного вещества вы видите что появляются мицеллы которые солюбилизируют частичнуюTERN нефть, и её эмульгирует. Ага, вот они уже получаются микроэмульсионные частички, и всё это вытесняется вместе. Свойства поверхностноактивного вещества определяются, наверное, не только для поверхностноактивных веществ, вот эта тройная точка, или точка крафта она называется, она говорит о следующем, точка крафта, что вот здесь у нас будут мицеллы и раствор, с левой стороны мицеллы и раствор, вот здесь будет поверхностноактивное вещество, в частности, анионактивные взяли, а здесь будет просто раствор, а вот здесь будут кристаллы. Значит, тогда от температуры. Для неоногенных паф всё получается наоборот. Значит, чем больше мы поднимаем температуру, тем хуже растворяется неоногенный паф. То есть молекулярный раствор, который не дисцирует, не хочет растворяться, и выпадает в осадок. А для ионогенных паф, анионактивные, катионактивные, естественно, это будет очень показательно. Значит, вот что получается вблизи точки крафта. А вот в точке крафта мы имеем всё, что есть на этом графике. И раствор, и мицеллы, и кристаллы плюс раствор. Амфотерный паф, или амфолитный паф, или цвитроионный паф. И так, и так, и так. Константы ионизации кислотных и основных групп истинно растворимых амфотерных паф весьма низки. Чаще всего встречаются анион-ориентированные или катион-ориентированные цвитроионы. В качестве катионной группы первичная, вторичная, третьичная, аммониевая группа, остаток перидина или медизолина. И вместо атома азота могут быть либо сера, либо фосфор, либо мышьяк и так далее. Сюда относятся алкил-аминокарбоновые кислоты, и разветвленные, и прямо цепочечные, с промежуточной гидроксильной эфирной группой, сложной эфирной, амидной, сульфамидной группой. Вот эти вещества очень часто применяются в качестве солибилизаторов в лекарственных препаратах. Вот на них есть данные ПДК и так далее. Поскольку он стал говорить про цвитроионный паф, то скажу несколько слов по поводу живых систем. Прикиньте себе, у нас в желудке соляная кислота, и стенка желудка защищена различными жирными кислотами, солями жирных кислот, для того, чтобы не было эрозии от кислоты. Если мы берем поверхностативные вещества, которые будут хорошо на границе раздела фаз солибилизировать, то мы быстро разрушим эту стенку и доведем живую систему до язвы. То есть смахнем этот слой внешний, и получится прямое воздействие кислоты без этого защитного слоя. Поэтому очень важно, чтобы те вещества, которые применялись для различных медицинских препаратов, или, скажем, для той же жвачки, там тоже поверхностативные вещества, есть солибилизаторы и так далее, чтобы они были минимального действия на этот процесс. Это надо учитывать. Сюда же относятся производные алкил и медзолинов. Катион и анионные группы в молекуле имеют равные константы ионизации. Значит, они могут действовать одновременно катионные и анион-активные. Как катион-активные, так и анион-активные. Небетаиновый и медзолиновый ПАП, сбалансированность ионизированных групп, обеспечивают этим соединением хорошие коллоидно-химические и санитарно-гигиенические свойства. Вот не бетаиновые, они добавляются в различные антисептики. Анионоориентированные вещества легко переходят в витро-ионную форму, что позволяет выделять их в чистом виде. Константы ионизации кислотной группы больше, чем основной, и поэтому их применяют в человеческой среде. Однако при наличии нескольких основных групп и при наличии рядом с кислотной группой других гидроксильных групп, эти вещества со свойствами исходны с амфолитными ПАП и обладают бактерицидным действием. Вот за счет чего бактерицидные действия и проявляются. Аминофосфаты и аминофосфонаты. Аминофосфаты и аминофосфонаты применяются очень широко для защиты от коррозии систем теплоцентралий. Поскольку у нас страна северная, то и принцип подхода к системе отопления централизованный, то эти работы велись довольно широко различными институтами, и здесь есть некое лидерство. Потому что нигде в Европе не применяют централизованного отопления. Каждый дом питается в своей системе. А поскольку не требуется таких коммуникаций длинных делать, а вы знаете, что то там копают в Москве, то здесь копают, там прорвало, особенно зимой, как только начинается, то получаем счастье. Здесь перерыли, еще тепла, может быть, не будет по причине коррозии. Поэтому вот эти вещества, они хорошо ацербируют различные ионы, переводят соли в осадок с одной стороны, а с другой стороны блокируют действие поверхности, особенно на основе фосфорсодержащих повествактивных веществ и устойчивых к солям жесткости. Если проговорить такие прикладные вещи, допустим, состав шампуня, посмотрите, 80% вода, детрегенты среднего пенообразования, сюда входят, как правило, какомиды разные, бетаиновые повествактивные вещества, цветорьонные. Почему? Потому что никто не знает, где этот шампунь будут применять. Жесткая вода или мягкая вода, поэтому на этикетке, в принципе, это указано. Затем берут поверхностактивные вещества, и вы посмотрите, в качестве основного поверхностактивного вещества применяют дозацилсульфат. Здесь написано содиум, лавриилсульфат. Дозацилсульфат натрия, это то же самое. Дозацилсульфат натрия. Как правило, потом цитраты применяют, смягчающие компоненты, которые в виде полигликолевой цепи будут выступать, силиконовые масла для того, чтобы умягчить кожу дальше, смягчить, не было раздражающего эффекта, и воска, или воски, как правильно сказать. Воск, в общем, давайте в единственном числе. Воск. Хотя воск, я скажу сразу неправильно, потому что воск будет тоже их по молекулярным массам мы поделим, представляете, да? И это широкий спектр, на самом деле, восков или восков. Не задумывался, где ударение надо ставить. Очень широкий спектр. Я где-нибудь покажу дальше с восками работы. Вот состав шампуня самому примитивного, а так доходит до 16 компонентов. И в Проктор-Эн-Гэббл, где наши ребята работают в этой фирме, в Новомосковске, как раз занимается серьезной разработкой рецептур для тела различных. И те же самые моющие. Отдельно полимерный амфолитный ПАФ. Полимерный амфолитный ПАФ. Природные белки, нуклеиновые кислоты сюда относятся. Олигомерный гидролизат и белков, сульфатированный хитин. Оказалось, что сульфатированный хитин очень хорошо. А где хитин брать? Промышленная добыча креветок, крабов и так далее. Не выбрасывать вот этот панцирь, панцирь от микроорганизмов и от крабов, а дальше переводят, гидролизуют этот хитин и получают очень хорошие поэзоактивные вещества. Сейчас это хорошо, особенно на Дальнем Востоке, поставленные уже есть промышленные производства. Дальше производные целлюлозы, полученные введением карбоксильных или диетанолобильных групп и синтетические, в молекулах которых сочетаются структурные особенности приведенных выше свойств амфотерных или амфолитных ПАФ. По отношению к биоразложению ПАФ делится на два типа, мягкие и жесткие. Во время перестройки 90-х годов к нам хлынуло большое количество поэзоактивных веществ, которые были с хорошим красивым названием иностранным, но они были построены на основе АБС, алкил-беносульфанатов. Это жесткие поверхностно-активные вещества, но где есть ароматика, это все жесткое будет. Жесткие поверхностно-активные вещества, которые очень долго разлагались. А почему? Потому что Европа хотела избавиться от них, как от старых автомобилей, так и от плохих поверхностно-активных веществ, моющих для стирки и так далее. Все свалили к нам. Но слава богу, как-то с этим достаточно быстро разобрались. Ну так быстро, ну в течение 10 лет, в общем-то, пока не прикрыли все это дело. Так же, как и с курятиной было, которая была накачана антибиотиками, или с рыбой, которую кормили тоже в одном водоеме. В общем-то, рыбу кормят нормально, там комсой, мелкая такая рыбешка есть, да? Можно кормить. Все не проблема. И вот форель кормит такой мелкой рыбой. Проблема в том, как очищать донные осадки. Вот этот водоем, где живет эта рыба, водоем не очищается, осадки растут, 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 потому что дорого очищать, надо спустить всю воду и прекратить производство на какое-то время. Никто не хочет. У всех прибыль только, аккуратные глаза на прибыль. При этом получается, что рыба быстро заражается. Друг от друга пошло и заболевать начинает. Ее начинают кормить антибиотиками. А от антибиотиков получаются совершенно другие процессы, когда рыбы хорошо усваивают антибиотики и уже перестают на них реагировать. Они меняют их и так далее. В общем, это проблема с любыми фермами. Рыбная ферма, куриная ферма, неважно какая. Так вот, к жестким ПАФ относится АБС или оксиделированные изоактилфенолы. Проблема заключается в кинетике процесса. При разветвленных структурах кинетика ухудшается. Алифатический ПАФ окисляется быстрее, чем циклический. Сульфанаты окисляются труднее, чем сульфаты. Сульфаты в воде гидролизуются. Прямо цепочечные первичные и вторичные алкилосульфаты за один час полностью разрушаются в сточной воде. А с разветвленной структурой только через трое суток увеличивается кинетика. Для бактериального распада выведены штаммы бактерий, разрушающие алкилосульфаты, алкилосульфанаты и так далее. Важный фактор бактериального расщепления — отсутствие в продуктах распада молекул с явно дефильными свойствами. Сейчас на водоочистке стали применять различные бактериальные структуры, которыми можно управлять этим поверхностным слоем. То есть мало того, что мы можем седимитировать с помощью сульфата алюминия, как самого дешёвого вещества, вот эти вот разрушающие структуры, мы можем ещё и заставить бактерии, чтобы они поедали вот эти молекулы. Но по степени вредности. Видите, зелёненькие — это смесь сульфатексилаты, одни из лучших. Динатрий лауреат сульфатсукцинат, токамиды. Ну вот, наверное, здесь надо остановиться. А вот это всё уже получается довольно жёсткие повествительные вещества, и лучше бы их вообще в рецептуре не видеть. Лучше бы их в рецептуре не видеть. А вот теперь я хочу перейти и сказать два слова про смеси ПАВ. Представляете, два человека между собой хорошо контактируют, а два человека между собой плохо. Ну или, скажем, один и тот же с этим хорошо, а с этим плохо контактируют. Ну, понятный пример, да? Вот когда хорошо контактируют, это называется синергизм. Синергизм. А когда плохо контактируют — антагонизм. Антагонизм. Вот у молекул у них точно такой же подход в жизни. Значит, если они проявляют совместные усиливающие действия, ага, одним ПАВ я могу снизить там на столько-то, второй добавил туда, ну сколько-то подобрал, ещё больше снизил поверхность натяжения. Здорово. Значит, здесь синергизм проявляется. Или, скажем, эмульгирующие свойства стали лучше, когда добавил второй ПАВ. А могу добавить, и всё у меня ухудшилось. Ага, вот это антагонизм. Поэтому подбирают вот такие системы для того, чтобы усилить действие. И, как правило, это получается. Вот данный треугольный гипс. Смотрите, в левом углу вода. Здесь один ПАВ, здесь другой ПАВ. Оба хлорида получилась. Ну, чтобы на одном и том же анеоне было сделано. Тогда посмотрите, что получается. Вот у них структура, вот здесь ламеллярная структура получается. Вот такая область большая ламеллярных структур. Это когда у нас уже есть цилиндрические мицеллы, и уже переходим к ламеллярной структуре, когда есть слои ламели. Но вот здесь довольно большая твёрдая фаза. Видите, вот получается твёрдая фаза. Ага, значит, тогда получается, что вот это вот поверхностно-активное вещество, оно главное, а вот это идёт как супаф. Как супаф, как добавка. И вот такое тоже довольно часто делают так. Берут поверхностно-активное вещество и к нему молекулу спирта добавляют, как супаф. Потому что одна молекула на границе раздела фаз с длинным хвостом, а вторая молекула с коротеньким хвостом, ну спиртовая, скажем, какой-нибудь там у нас, пусть изопропанол будет, или какой-нибудь там пентанол добавили. И тогда получается, что граница раздела фаз раздвигает своё существование и становится более устойчивой. Более устойчивой. Вот для чего применяются паф и супаф. Это мы пропустим. Наиболее интересные моменты, которые развиваются в течение последних 15 лет, это поверхностно-активные молекулы, которые называются жемини, близнецы. Двухвостые молекулы по-другому можно сказать. Вот у молекулы есть два углеводородных хвоста. Тогда получается так, что вот таких молекул нужно взять концентрацию намного меньше, чем молекул в однохвостах, про которые мы до этого говорили с вами. Ну, в частности, почему, скажем, лимонная кислота является очень хорошим стабилизатором. И вот люди пьют часть лимона, потому что на границе раздела фаз лимонная кислота ведёт. Там есть и гидроксогруппа, и карбоксильная группа есть, да, и ещё несколько хвостов. И вот она хорошо стабилизирует границу. Поэтому вот такие молекулы в биосистемах, они вообще подходят классно на границе раздела фаз. И с одной стороны как смачиватель, и с другой стороны как эмульгатор и так далее. Бифункциональные свойства появляются. Вот эта вот гидрофильная группа, она, в принципе, не очень важна. И может быть гидрофильная группа разнесена. Чаще всего берутся атомы азота. Скажем, можно сделать так, что вот здесь атом азота будет и здесь, а между ними CH2, CH2 групп будет 2, 4, 6. И от этого тоже свойства зависят. И вот это вот было довольно длинное исследование. И получили, что концентрация примерно может быть на порядок меньше, для того, чтобы получить те же свойства, чем для молекул однохвостых. Это просто вам для сведения. Ну, про фосфолипиды и про дыхательный процесс мы с вами говорили. Когда на границе альвеол возникают вот такие вот фосфолипиды, которые выстраиваются при вдохе у нас, уменьшают поверхность, и на поверхность выходят гидрофильные группы, а при выдохе гидрофобные группы меняются. И про состав фосфолипиды и холины тоже говорили. Понимаете, вот нет точного состава, и от человека к человеку меняется состав вот этих белков и липидов. И видите, он достаточно трудный. Поэтому сейчас более-менее средние значения определили для человека, но у всех он по-своему. Поэтому у одного человека дыхательные функции более развиты, у другого человека менее развиты. За счет состава вот этих вот поверхностно-активных веществ, которые есть на границе альвеол и легких. Применение ПАВ. Ну, трудно сказать, в какой области не применяют поверхностно-активные вещества. В нефтяной отрасли, проговорили, в химической промышленности. Производство волокн. Все волокна нужно будет перевести в нитку. А для того, чтобы они двигались быстро по ткацким станкам, их сначала замасливают или апретируют. А потом нужно отмыть. Ну и, конечно, отмыть это масло можно только с помощью поверхностно-активных веществ. Но я опускаю этот процесс, он довольно трудный и многоступенчатый. Обработка материалов резанием, обработка пластмассы, давлением и так далее. Везде применяют поверхностно-активные вещества. Металлургическая промышленность, обработка и так далее. Строительная область. Все практически бетонные смеси, твердения минеральных вяжущих, добавляются в пластификаторы, чтобы не было потом растрескивания при усадке вот этого материала. Особенно это касается, когда мы получаем бетоны повышенной прочности, бетоны для гидросооружений или, скажем, для высотных зданий. Вот, в частности, МГУ построен достаточно интересно. Мне в свое время рассказывал главный инженер Василевский, который участвовал в строительстве нашего университета. Он говорит, ну сначала его хотели поближе к речке построить здание, потом решили, что там все-таки будет ползти почва. Все-таки очень высокое здание, давление на грунт значительное. Потом отодвинули чуть дальше. А должен был стоять примерно где шоссе проходит, Косыгина, в том месте. Ну и как построить? Так, чтобы здание не перевернулось. Ну и идея была очень простая. А давай вкопаем примерно наполовину это здание вниз, и тогда у нас чебурашка такой получится, ему не нужно будет переворачиваться, невыгодно будет переворачиваться. То есть с точки зрения простой механики. Поэтому вниз главное здание уходит на шесть этажей еще, на шесть этажей, достаточно высоких. Там лаборатории, если вы не были, лаборатории геологического факультета, микроскопы стоят, чтобы меньше было колебаний и так далее развязаны. В горнообогатительной промышленности важен процесс, чтобы пузырек газа прикрепился к породе, пустой минеральной породе. И ее как можно дальше отнес, для того, чтобы хроматографировать этот процесс. Потому что тяжелая частица металла упадет ближе при барботировании воздухом, а легкое отнесется дальше. Вот это смачиватели и пенообразователи, ни при добыче золота, ни вольфрама и так далее, не обойдешься без них. В легкой промышленности, ну в легкой промышленности мы сказали, производство тканей, крошения, для того, чтобы напечатать потом рисунок, обязательно применяются различные поверхностные вещества, чтобы краситель хорошую адгезию имел к волокнам. Бумажно-лакокрасочная промышленность. Надо сказать, что здесь у нас успех не совсем паршивенький. В основном преуспели в этом деле финны, шведы. Вот как-то получилось так, что все исследования, которые проводились по адгезии различных красителей на бумаге, производства бумаги, это было у них. Целые институты работали, и мы, конечно, здесь никак. Но бытовые, понятно, не буду перечислять. Даже в зубной пасте мы должны добавить, что добавить. Первое. Это частицы? Частицы. Хоть высокодисперсная система, но частицы. Значит, частицы должны быть, находиться в этой системе, пластификатор нужен, да? Раз. Второе. Чтобы суспензия не разваливалась, а красиво вылезала на щёточку, значит, мало того, что должно быть вещество, которое создаст между частицами какое-то взаимодействие. Это вещество будет относиться к смачивателю. Значит, если они будут смачиваться, то будет хорошая нормальная паста. А третье. Чтобы не расслаивалось, значит, нужно устойчивость повысить. Значит, нужен диспергатор. Диспергатор, чтобы устойчивость повысить. И чтобы было мало пены, значит, нужно пеногаситель. Потому что иначе с пеной будет совсем неудобно допрабатывать. Агрохимическая промышленность. Все ХЗР, которые применяются, химия защиты растений, которые применяются как при расплескивании самолёта, так и при ручной обработке растений, они должны иметь смачиватели. Потому что все листочки, как правило, со временем выделяют жирные вещества. Появляется такая маслянистая плёнка, и листок не смачивается. А если мы хотим добиться эффекта, израсходовать меньше бактерицидов, мы должны применять смачиватели, как правило. Медицина. Вот последнее поколение веществ, которые применяются для обработки ран на основе антисептиков, на основе различных аэрозолей, очень удобно и удачно, потому что аэрозоль хранится достаточно долго и не портится в холодильнике. Обязательно добавляют антисептик прежде всего, затем диспергатора добавляют. И в какой мере нам необходимы пенообразователи. Скажем, если открытая рана, то хорошо пену, чтобы была достаточно устойчивая и высокая. А если это нужно обработать, ну скажем, полосырта, то пенообразователь, наоборот, нужно, то есть гаситель пены нужно взять, убрать. Ну и производство материалов, не буду про него говорить, потому что при производстве материалов практически все технологические процессы применяют поверхность активного вещества. Более сложный процесс нефтевытеснения, когда у нас нагнетают различные скважины, и вот здесь подается различный полимер-композиционный вытесняющий агенты. Какие они могут быть? Они могут быть не ньютоновскими. Не ньютоновскими. Мы с вами потом будем разбирать чуть дальше. Ньютоновские системы, не ньютоновские. Значит, ньютоновские системы, когда скорость перемещения, скорость движения не зависит, вернее, неправильно, вязкость этой структуры не зависит от скорости перемещения, а не ньютоновские системы, когда вязкость будет зависеть от скорости перемещения. Чем быстрее мы хотим переместить, тем более вязкой эта система будет. Это примерно то же самое получается, что если мы с высоты двух метров ныряем в воду, вода определённой жёсткости для нас, если с высоты 10 метров она более жёсткая, и с высоты 100 метров она уже как абсолютно твёрдое тело получается, можно просто разбиться, если неудачно попасть. Ну или движение лыжника по воде. Когда маленькая скорость, то вода обладает некоторой вязкостью, и при достижении скорости 90 км в час мы можем просто бежать по этой воде, не проваливаясь, не опускаясь в эту воду. Но только с такой скоростью человек развезть не может. На лыжах, пожалуйста. Ну по разным химическим отраслям. Посмотрите, домашнее хозяйство занимает всего 20%, 19%. домашних хозяйств, химическая промышленность тоже 20%. А производство сурфактантов и использование в различных технологиях намного больше, до половины забирает с собой. Самое интересное, что СМС, синтетические моющие средства, синтетические моющие средства. И вот вы сейчас покупаете, допустим, пачку порошка стирального, написано СМС или синтетические моющие средства. Вот синтетические моющие средства всего-то только во время войны появилось. Надо сказать, что в России умываться начали раньше все глиной, углем и глиной. В Европе этого не делали. Простейшие способы получения синтетических моющих средств. Ну не все они хорошие, как мы сказали. Алкил-беносульфанаты, в общем, практически сейчас вычислены из всех рецептур. А вот жирные натриевые соли, они удачно до сих пор используются. Как воздействуют поверхностно-активные вещества на окружающую среду с точки зрения экологического баланса? Посмотрите, ну конечно, воздух загрязняется поверхностно-активными веществами при производстве, первое, и при выветривании различных отвалов, в которых есть поверхностно-активные вещества. Скажем, горная разработка, пусть того же золота или вольфрамовой руды. В отвалы ушло легкая порода, из которой вытащили. Там остались хвосты металлов небольшие, но поверхностно-активных молекул там много. Естественно, вода у нас испарилась, молекулы с водой начинают переходить в воздух, и это возникает облако. Вот на Кавказе многие заводы по разработке вольфрам содержащих руд были закрыты зелеными людьми, которые считали, что вообще грязное производство. Представляете, Кабардино-Балкария, поселок Тернаус, там 1020, наверное, живет. Вот они все остались без работы. Вот сейчас это производство возродили, потихоньку начинает налаживать, настраивать. Им деваться некуда. Но отсюда возникают различные махинации, различные грабежи. В общем, неспокойный регион. Вода. А всего-то казалось, не вот чтобы питательную цепочку-то разрушили, когда нет комаров, поэтому этих птиц нет и так далее. Но здесь тоже на самом деле питательная цепочка разрушается, поэтому возникает катаклизм в обществе уже. А всего-навсего молекулы поверхностно-активных веществ виноваты, которые попадали в воздух. Но люди, надо сказать, там болели, в общем, довольно серьезно, особенно при шахтном производстве, где применяются поверхностно-активные вещества, когда седиментируем вот эту вот пыль угольную, я вам рассказывал про мукомольный завод, неважно, и возникают заболевания аллергические такого типа, что вот у человека просто взглянуть нельзя. Вот он покрывается коростой так. Представьте, когда такая корка, нездоровая вещь. Вода. Ну, Волга испорченная тем самым. Москва-река тем самым испорчена. Такие вот речки, которые у нас здесь рядом. Не говоря уже там про другие реки. Массовое цветение водоемов, плохое качество воды. Снижение удерживания кислорода в массе воды за счет того, что молекулы ПАВ вытаскивают хорошо кислород. Снижение прозрачности и изгренение ПАУ при производстве. Все сливы идут. Если плохо очищают, естественно, отстойники плохие, фильтры плохие, все попадает в воду. Поэтому в Германии, именно в Германии, устроена жизнь так. Они устраивают водозабор из реки, ну, скажем, из Рейна. Рейн разные названия имеют. Скажем, в Голландии он Ам, река Ам, да, потом Рейн в Германии и так далее. Устраиваются следующим образом. В течение реки город стоит. Водозабор для питьевой воды, да, водопровода, подачи водопровода, дома осуществляется до города у нас. А в Германии ниже города. Ниже города. Казалось бы, парадокс полный. А сбрасывают они выше города. То есть вот течение реки, да, вот сверху вниз, представляете? Вот город. Вот сюда они сбрасывают сточные воды, а здесь они, ниже по течению, забирают для питья. Это для того, чтобы пить чистую воду. Попробуй не очисть воду. Тебя сразу закроют и так далее. Тебя разорят. У нас единственное место, где есть такой же принцип забора воды, это в Рязани. Они берут воду ниже по течению, а выше по течению сбрасывают сточные воды. Земля. Накапливание молекул воды в частицах земли, песка, глины, загрязнение, пауни при производстве и перенесение молекул, как мы сказали, при его ветривании на значительное расстояние. Ну и живые организмы как реагируют? Гибель водорослей происходит, растений, водных организмов, рыба, лягушки и так далее. Немножко старые данные, но они примерно сохранились. Примерно сохранились. Посмотрите-ка, Китай значительную долю занимает. Америка, Канада, Западная Европа и Центральная Европа. Мы вот, по-видимому, сюда попадаем. Использование спиртов. Использование спиртов. В качестве детергентов и других. СОПАВ. Надо сказать, что очень выгодная область поверхностно-активных веществ. И представляете, 42 миллиарда к 2020 году это будет весь рынок поверхностно-активных веществ. Это очень значительная сумма. И тенденции такие, что, конечно, объемы будут расти и стоимость тоже будет расти на эти поверхностно-активные вещества. То есть в среднем в год растет по 4-5% производства. Сегмент афотерны поверхностно-активные вещества составляет долей всего 7%. 7-8%. Зелененькие вот на диаграмме обозначены анионный ПАВ. И обратите внимание, что анионный ПАВ, конечно, превалирует по объему, по выпуску и по использованию везде. Да, они, мы сказали, что наиболее интересные, поскольку частиц отрицательно заряженных намного меньше, чем положительных. И они собирают хорошо за счет разности потенциалов еще. Катионных ПАВ немного. Нионногенных, красненькими. Видите, да, красненькими. Красненькие. Не сильно растет, растет, но не сильно. А в основном будет прирастать за счет анион-активных ПАВ. Анион-активных ПАВ. Ну и конкуренты разработки лучших игроков на рынке. Вот Нидерланды, Акзенобель. У нас есть представительство этой компании. Наших выпускников довольно много работает в Акзенобель. Хорошие позиции занимают. Швейцарская фирма, Клориант, которая является монополистом на обработку самолетов в зимних условиях. Видели, да, когда самолет начинает опрыскивать? Для того, чтобы создать, растворить, во-первых, тот лед, который есть на самолете, снег. И удержать это в виде неньютонской системы. До момента взлета, до момента достижения 150 км в час. И это все как шкурка слетает. Это серьезное дело. И две фирмы, которые тестируют эти жидкости, эти системы, без них не проскочишь на рынок никак. Это вот Клориант в Швейцарии и в Канаде фирма. Ну, конечно же, фирма Дюпон американская, она выделяется. Немецкая Хенкель. Ну и, наверное, здесь японцы в меньшей степени, но тоже значительные. А вот с мылом очень интересно получается. Это простые молекулы, которые вы знаете, по типу алиата натрия и так далее. Посмотрите-ка, какое место занимает Беларусь по экспорту мыла? 25%. 25%. Россия здесь нет. Россия здесь нет. Все, ребят, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...